здравствуйте друзья рад приветствовать вас на канале и сегодня у нас распаковка нового нашего девайса нашего приобретения это супер сильный фонарь вы скажете да у тебя же уже есть супер сильный фонарь затем те 2 я так понял что тема это многих интересует и тот производитель у которого я брал вот этот свой фонарь сейчас не занимается фонарями но многие спрашивают в комментариях к моим предыдущим роликом где взять такой фонарь сколько он светит на какую дистанцию ну в общем задают разные вопросы и информация про этот фонарь сейчас не актуально поэтому я поискал на просторах интернета и выписал вот такой фонарь чтобы его протестировать значит маркировка у него 3 на криви т6 ну короче лучше я вам покажу сейчас вы сами увидите вот такой это фонарь вот маркировочку видно ну и смотрим что же внутри у нас эту я выписал с алиэкспресс как я уже сказал протестируем этот фонарь и свои отзывы я буду снимать и реально уже можно будет тогда или реки рекомендовать этого продавца или сказать что не ребята брать здесь не стоит так кроме фонаря у нас сразу буду по порядку доставать еще как лежит это вот такая зарядочка для сети и от уэсби может заряжаться смотрите то есть можно прямо от сети можно от компьютера овербанка от уэсби считаю это очень как бы хорошо как помните что автономия для нас очень важна и повербанк используем повербанка тоже очень прекрасно меняется радует батарейки две батарейки в комплекте у нас идут вот такие вот сто восемьдесят шесть пятьдесят на 1200 миллиампер в час вот такая маркировочка смотрите сами значит но как мы помним как мы помним зачастую батарейки вернее аккумуляторы которые идут у нас с алиэкспресс из китая не соответствует значит своей заявленной емкости это мы тоже проверим это мы проверим обязательно ну и собственно сам фонарь он полностью идентичен моему старому фонарю единственное что линза центральная смотрите вот это новое это старый немножко другая но также присутствует регулировка центрального прожектора регулировка луча но сейчас я предлагаю сразу батарейки ставить они наверное хоть немного то заряжена и посмотреть как же у нас светит этот фонарь вставляем батарейки включаем фонарь одним нажатием загорается центральный у нас прожектор боковые все три и стробоскоп стробоскоп на всех трех регулировку фонаря включаем прожектор и я начинаю регулировать вот такой пучок у него получается значит еще один важный момент сейчас проверим вы помните что наверное вроде я говорил что мой старый фонарь работать не обязательно двух батареек можно использовать только одну батарейку сейчас мы уберем одну батарейку из батарейного отсека и посмотрим включится наш фонарь или нет и будет ли он вообще работать вот убираем батарею смотрим значит одна батарея у нас батарейном отсеке и работа фонаря 1 2 3 4 все режимы работают все режимы работают нормально то есть от одной батареи этот фонарь тоже работает что немаловажно потому что всякие бывают случаи бывают и батареи выходят из строя было две батареи одна накрылась получилась одна как дальше жить вот так что жить можно нормально значит шнур витой здесь для того чтобы можно было регулировать регулировать и одевать на различные размер головы но мне кажется так вот с первого взгляда с первого взгляда по ощущениям что этот ремешок немного тесной на каску я его пока не рискну одевать значит ну и соответственно помните что у нас слабые места пайки и концы кабеля не закреплены естественно я все сделаю прежде чем его эксплуатировать сделаю так чтобы провода не вырывала и не отрывала от пайки как это сделать смотрите в моих предыдущих роликах там я уже рассказывал как я вышел из этой ситуации вот но впрочем так вот все все нормально значит сейчас сейчас ставим аккумуляторы зарядное устройство я использую зарядное устройство с возможностью просто эти определение емкости аккумуляторов и посмотрим какой же они емкости на самом деле так вставляем наши аккумуляторы все устанавливаем режим вот дисчейндж видно есть режим и на втором аккумуляторе устанавливаем этот же режим дисчейндж при этом режиме сейчас зарядное устройство разрядит аккумуляторы и зарядит по новой определив емкость каждого из аккумуляторов ну вот наши аккумуляторы заряжены об этом говорит надпись full на панели вот видно на панели теперь посмотрим сколько же у них емкость сделаем поближе и нажимаем кнопочку для каждого аккумулятора смотрим загорелась 259 сопротивление это ток зарядки был 1519 мили мили ампер час то есть соответствует можем второй аккумулятор 1207 теперь смотрим сколько же у нас были аккумуляторы вспомню по емкости по емкости 1200 миллиампер в час миллиампер час то есть все аккумуляторы соответствуют оба один даже превосходит заявленные характеристики вот все сейчас вставляем аккумуляторы фонарь и я вам покажу как он светит и так вставляем аккумуляторы в наш блок питания значит помню что минус у нас подпружиненный вот видно минус подпружиненный раз два фонарь работает вот так вот остается проверить сейчас проверим зарядное устройство которое идет с фонарем и будет лететь зарядка через уэсби для этого сейчас мы включим компьютер включаем компьютер шнурок вот он значит включается у нас вот сюда внизу есть защищена убираем защиту и что мы видим все нормально но очень туго очень туго входит внизу то есть плотно хорошо сидит штекер и подключаем его уэсби внизу компьютера индикации нет в таком режиме но зарядка зарядка идет зарядка идет я не знаю как это показать конечно вот видите свет горит сейчас посмотрите вот такая яркость у нас если выключить ничего не меняется то есть аккумулятор у нас полностью заряжены поэтому может ничего и не меняется но вот такая возможность есть такая возможность зарядки от уэсби есть сейчас посмотрим зарядку от сети переменного тока вот у меня аккумулятор который уже слабо светит фонаре я его достал из своего фонаря и и сейчас мы подсоединяем шнур к адаптеру вот так вот подсоединяем к адаптеру и включаем адаптер сеть смотрите индикатор адаптера горит красным светом это говорит о том что идет зарядка как вы уже видели ранее заряженный аккумулятор горит зеленым то есть когда аккумулятор зарядится свет на адаптере этот индикатор станет зеленым цвета зеленого цвета и так мы выяснили что все составляющие которые нам были присланы в этой коробке в этой коробке с фонарем работоспособны работоспособны и соответствуют заявленным параметрам все три режима фонаря почему 34 еще стробоскоп же работают регулировка линзы есть значит зарядка идет хотя я но от это от сети от адаптера хотя я предпочитаю заряжать аккумуляторы специальным зарядным устройством о нем я расскажу все-таки давно уже обещаю но как-то вот не складывается все наверно соберусь и расскажу о нем более подробно аккумуляторы которые шли в комплекте соответствуют заявленным параметрам емкости 1200 микро миллиампер в час вот если вы помните то аккумуляторы которые шли с моим фонарем которые предыдущим который я делал который на который на который я делал уже обзор они не соответствовали очень сильно не соответствовали заявленной емкости вот эти же соответствуют это кстати фонарь будет у марины и она поделится тоже своими впечатлениями о том нравится и этот фонарь не нравится значит какие у нее будут замечания или набор пожелания производителю так но я еще раз напомню значит покажу коробку чтобы вы посмотрели как называется этот фонарь но здесь понятно что это высокой производительности как бы рекламный такой а вот здесь маркировочка идет вот она именно указывает на фонарь посмотрите ссылочку на продавца я сделаю в описании кому интересно посмотрите товар на странице продавца ну и следите за нашими тестами конечно где мы будем показывать все его положительные качества поделитесь кстати с друзьями отметьте это видео чтобы больше людей могло посмотреть его и участвовать в нашем обсуждении вот сами кто не подписан еще подпишитесь на канал колокольчик нажмите чтобы не пропустить а впереди значит у нас что впереди у нас тест на продолжительность свечения в максимальном режиме в разных других режимах посмотрим сколько фонарь светит на тех аккумуляторах которые идут в комплекте у нас которые идут в комплекте потом значит что я да я уже говорил сразу я сделаю усиление чтобы не выдергивался шнур и вот в этом месте тоже надо будет сделать усиление буквально недавно я заметил на своем фонаре то что вот как стать вот эту крепеж фонарь который держит шнур он не сползает по по ремешку по ремешку по резинке а шнур вот этот сам выдергивается и он тоже тянет напрягает шнур ну играет особенно когда идет регулировка да я кстати я не показал что сам фонарь регулируется относительно вот этой вот платформы на которой он закреплен то есть вверх вот практически на 90 градусов он опускается вниз вот такая регулировка у него есть вот так это я считаю тоже немаловажно потому что в наших путешествиях по всякому приходится наклонять подсвечивать и ну или даже не в путешествиях а при какой-то работе дома когда мы его используем тоже надо подсветить под разными углами вот ну что ж а на сегодня у меня все до новых встреч на канале пока пока